Мы все равно осветим биологию развития заболеваний на зерновых и на подсолнечнике И сейчас мы перейдем в несколько практическую плоскость контроля вредителей, болезней и сорняков на подсолнечнике Рассмотрим основные заболевания подсолнечника, основные вредители и сорняков на подсолнечнике Начнем с болезней Подводя итог сказанному, посмотрите, как создаются основные инфекции подсолнечника То есть семена, почва, растительные остатки, падалица, сорняки и воздушно-эрогенная инфекция Вот эти составляющие, почва, растительные остатки и падалица, можно отбить в одно И какой вывод последует из этого? То есть наиболее эффективным средством контроля заболеваний будет селооборот Совершенно верно Исследования, проведенные в Краснодаре, показали, что если мы возвращаем подсолнечник на седьмой год В четыре раза уменьшается поражение хомопсиса В 18 раз ложной мучнистой росой и 8 раз угольной гнилью Но реалии таковы Посмотрите, процент подсолнечника в структуре поставных площадей по востоку Украины От 24% в Харьковской области и до 21% в Луганской Это официальные данные Неофициальные, еще больше То есть мы в лучшем случае возвращаем подсолнечник на четвертый год Это в лучшем случае А так на второй Поэтому возникает вопрос, как защитить посевы Чтобы получить хороший результат И давайте рассмотрим на примере прошлого года, как шло развитие заболеваний И как можно было защитить наши посевы Начнем с первой половины вегетационного периода Что мы здесь видим Начиная со второй декады апреля Количество осадков у нас практически по всем регионам превышало 100% В то время как температура была на уровне среднемноголетних показателей и даже ниже То есть избыточное увлажнение на фоне таких умеренных температур Привело к очень интенсивному развитию в первую очередь Ложной мучнистой росы или переноспороза Были поля, где растения взошли и они уже были поражены Это диффузное поражение, так называемое Когда поражение происходит во время прорастания Заспора попадает или из почвы, или семена пораженные были Если заражение происходит чуть позже Но тоже через почву Тоже будет диффузное поражение, вторая форма проявления Такие растения могут даже зацвести, но урожая они не дадут И первая, вторая форма проявления ложной мучнистой росы Дает нам вторичное заражение И местную форму поражения Когда у нас отдельные пятнышки на листиках мы видим Поражены ложной мучнистой росой Днепропетровская область, Петропавловский район Вы видите ингрессивное поражение диффузной формы ложной мучнистой росы Если раньше, в предыдущие годы Ложная мучнистая роса это был в основном удел гибридово-отечественной селекции То в прошлом году было массовое поражение гибридово-упрогой селекции Как бороться с ложной мучнистой росой? Если это диффузная форма В первую очередь селооборот Выращивание устойчивых гибридов Оптимальные сроки посева Чем раньше мы сеем, чем более холодная и увлажненная почва Тем больше вероятность поражения диффузной формы И протравливание семян препаратами на основе металлоксила При диффузной форме Сунгициды не помогают Бесполезно, только протравители С завода, если протравлены И там металлоксил есть, то будет работать Если они протравлены террамом, ТМГД Не будет работать Не все производители травят семена металлоксилом Далеко не все А на мешке прочитаете, когда купите Там написано, чем протравлены семена Но это вы ведите разговор с ними Я не могу сказать Если мы имеем местную форму поражения Значит, как нам уберечься? Это контроль падалица Потому что падалица является источником пор И здесь уже можно поработать фунгицидами У нас есть фунгицид консента Два литра на гектар Он решает вопрос поражения местной формы Следующее заболевание, которое проявилось В прошлом году массово Это септариоз От Харьковской до Запорожской области Везде, на всех посевах Мы видим данное заболевание Не буду останавливаться на биологии Скажу вам Если вы весной увидели растение падалица Подсолнечника, пораженное септариозом А падалица всегда всходит раньше, чем подсолнечник на полях То со стопроцентной уверенностью Может не ожидать эти фитотии развития у тебя на полях То есть, если падалица поражена Значит, будут поражаться товарные посевы Помоз Не буду останавливаться на развитии заболевания Вот вы видите все стадии поражения От кончика листа до стебля Но Александр Юрьевич говорил, что фомоз не является причиной полегания Да, не являлся В предыдущем году Год был влажный Потомчик очень интенсивно рос в высоту Степель был довольно тонкий И в прошлом году мы столкнулись с тем, что увидели полегание стебля в результате поражения помозом Харьковская область, Балаклейский район Посмотрите То есть малейшее повреждение стебля Сильный ветер В предыдущие годы не было такого Этот год был специфичным Этот год был специфичным Поэтому Вот мы столкнулись с тем, что именно фомоз в данном случае являлся причиной полегания Как контролировать фомоз и депториоз? Возврат не менее 4 лет Заделка растительных остатков Уничтожение падалицы И обработка фунгицидами Против данных заболеваний Очень эффективным будет фунгицид Коронет Норма 0,8-1 литр на гектар Давайте рассмотрим действия Коронета При попадании на рождение любой патоген проходит 4 основных стадии Прорастание споры, когда образуется ростовая трубка Инфицирование Появляются апрессории и грипп пытается проникнуть внутрь Колонизация, когда мицелий попадает внутрь клетки И споруляция, когда появляются уже новые споры, вторичная инфекция В нашем случае с цепториозом споруляция выглядит в виде пятен На которых расположены тихниды Чемненькие маленькие точечки Коронет содержит 2 действующих вещества Одно из них, трифлоксистрабин Относится к классу стробилуринов Стробилурины препятствуют образованию ростовых трубок И очень эффективно подавляют прорастание спор То есть если спора попала, а лист обработан стробилурином Она не прорастет Второе действующее вещество, тибуканазол Обладает системным и лечебным действием То есть он подавляет рост мицелия и подавляет споруляцию Если мы видим, что уже появились признаки заболевания Видимые То обработка, допустим, стробилуринами Она уже эффекта не даст Тут нужен уже препарат, который будет как раз содержать Триозольную группу, тибуканазол То есть коронет будет защищать растения на всех этапах развития патогена От начала заражения до того случая, когда уже у нас образовались То есть заражение произошло, мы видим симптомы Да, симптомы никуда не денутся, это не пятновыводитель Но повторного перезаражения уже не будет при обработке коронетом Норма внесения на 8-магазинбитов Обязательно плюс прилипатель МРО Оптимальная стадия внесения от 4-го листа до образования корзинки В зависимости от того, когда проявляются симптомы Когда вы видите симптомы поражения Агроарена в Балаклейском районе, в Харьковской области Вверху вы видите контрольный вариант Внизу коронет То есть многие были на этой агроарене и видели, как работает препарат Почему важно защитить нижний ярус Александр Юрьевич подробно рассказал Я на этом останавливаться не буду Эффект от обработки коронетом Это данные с Байрогарины Юг и Центр Прибавка составила порядка 2,5 мега от внесения коронета Много это или мало? При цене подсолнечника 410 долларов Это 102 доллара А какие затраты на пунгицид? Вы спросите Мы рады вам сообщить, что в этом сезоне Компания Пайр существенно снизила цену на коронет Поэтому ведите переговоры с дистрибьюторами Добивайтесь хорошей цены Мы думаем, что затраты не превысят 35 долларов То есть получили 102, потратили 35 Когда нам необходимо раннее внесение? Вот именно для борьбы с помозом и септориозом Если мы посеяли подсолнечник И у нас в мае месяце идут дожди С высокой долей вероятности можно предполагать развитие Интенсивное развитие данных заболеваний И в таком случае очень эффективной будет ранняя обработка До стадии 4 листов до образования коронета Вторая половина вегетационного периода Чем она характеризовалась? Интенсивные осадки наблюдались только в Харьковской и Днепропетровской областях В Запорожской практически осадки не превышали норму Даже были около половины нормы Но температуры были довольно высоки Выше среднемноголетних показателей И это привело к интенсивному распространению В Харьковской и Днепропетровской областях Такого заболевания, как помопсис Типичный симптом управления помопсиса на стебле Так стебель выглядит пораженной в разрезе И так здоровый стебель Видите, разница между ними Вот помопсис также являлся причиной полегания Это Новомосковский район Днепропетровской области Здесь уже полегание обусловлено поражением помопсиса Что очень важно знать о помопсисе Наиболее водоносное поражение Это поражение на ранних этапах То есть, вот смотрите, если у нас стебель поразился в начале цветения То масса корзинки может составить всего 2 грамма То есть, урожая не будет Если поражение произошло в середине цветения Ну, 8 грамм Если поражение произошло на этапе налива Какой-то урожай мы уже получим Порядка 38 грамм Перед уборкой, если поражение произошло 53 грамма будет масса корзинки В то время как масса корзинки на контроле Там, где растения не заражены 132 грамма Поэтому помопсис очень важно контролировать На ранних этапах, в начале цветения На этой фотографии изображено поражение помопсисом И при поражении помопсисом, как правило, стебель мягкий То есть, вы надавили на пятно И оно прогибается При поражении помопсисом стебель будет плотный Контроль помопсиса Всегооборот, 7 лет Выращивание толерантных гипридов Заделка растительных остатков Протравливание семян И обработка фунгицидами Для борьбы с помопсисом Наилучшим выбором будет фунгицид пропульс На 9,1 литр на гектар Вот, посмотрите, Синельниковский район Днепропетровская область Результат обработки посевов пропульсом Ни одному пятна, ни фомоза, ни фомопсиса На стебель Стебель абсолютно зеленый Верхний ярус зеленый Посмотрите, она выполнена с корзинки То есть, 100% корзинка выполнена Семена здесь нормальные, не щуплые Там два ДВ, я на этом остановлюсь Позже Ржавчина Также данное заболевание Проявляется во второй половине Легитационного периода Многие не предоставляют вводение ржавчине Но на самом деле Ржавчина снижает площадь Фотосинтезирующей поверхности Листьев верхнего яруса Меньше пластических веществ Попадает в корзинку Формируются более щуплые семена И мы теряем урожай Контроль ржавчины Вращение устойчивых гибридов Заделка растительных остатков Обработка фунгицидами И здесь опять эффективным решением Будет проход Альтернарион Наиболее массовое заболевание Распространяется во второй половине Легитации Начинается оно с механических повреждений Вот или град Или листик Трется в листик Там поселяется альтернария И потом распространяется По всей поверхности листа Вот так выглядит лист Уже во второй половине Легитации Когда заболевание Достигает корзинки Мы можем видеть Такие округлые пятна С концентрическими кругами Вот И на этих кругах Как правило Сопроношение отсутствует Мы там не видим пикнит Как допустим При фамосе Контроль Альтернарии Заделка растительных остатков Просравление семян Выращивание устойчивых гибридов Уработка фунгицидами И опять пропульс В Харьковской И Днепропетровской области Также мы отмечали Интенсивное развитие В этом году Гнили на подсолнечнике Причем Если раньше У нас в основном Была прикорневая форма Белая гнили В этом году Была стеблевая форма Вот мы видим Поражение стебля Стебля размочаливается Растение полегает Паренхима Практически уничтожена Здесь сквероции черные В стебле То есть Ну легко диагностировать Данное заболевание Также была и Корзиночная форма Белая гнили В Запорожской области Преобладала сухая гниль Или резопус Типичное проявление Поражения резопусом Что очень важно При резопусе Обязательно должно быть Механическое повреждение стебля В данном случае Ну тут плохо видно Не передает проектор Контрастную картинку Здесь есть входное отверстие От гусеницы хлопковой сонки Вот так выглядит стебель Корзинка в разрезе Вот мы видим Такой пелесый мицелий Внутри При поражении Сухой гнилью Резопусом Никогда мицелия На поверхности не будет Он будет только внутри И видим испражнение Хлопковой сонки Контроль гнилей Возвратки ранее 7 лет Проделка растительных остатков Выращивание устойчивых гибридов Борьба с вредителями То что касается резопуса Обязательно Обработка фунгицидами Пропульс А пропульсия немножко То есть уже знакомая нам картинка По стадиям развития Патогена В пропульсе также содержатся Два действующих вещества Вопрос Может ли поражение Вернее укус хлопа Спровоцировать заражение резопусом Может Может В пропульсе два действующих вещества Первое Это флопперам Относится к классу ингибиторов Суксинады гидрогеназа Или SDHI Это новый класс действующих веществ Он будет активен На первых трех стадиях Начиная от прорастания ростовой трубки Заканчивая образование мицелия Второе действующее вещество Протиоконазол Будет подавлять Образование мицелия И споруляцию Таким образом Видите Они даже перекрываются То есть в своем действии Если сравнить С конкурентным продуктом Пропульс А он один на рынке Конкурентный продукт То в максимальной норме Пропульса Будет на 25% больше SDHI Действующее вещество Чем у конкурента И долгоносы Для защиты от данных Видов вредителей У компании Bayer Есть в портфолио Два коротких Протравителя Этифицированных Это Гаучо Действующее вещество Медоклоприд И Пончо Действующее вещество Плотянидин Чем они отмечаются Друг от друга Гаучо Или Медоклоприд Он лучше Он более Подвижный Более системный Он быстрее проникает В наземную часть растения И он Быстрее будет контролировать Вредителей Наземных То есть Чернотелок Долгоносиков Но также будут Эффективны Противопроволочники Пончо Плотянидин Он имеет меньшую Системность Он дольше Сохраняется В корневой зоне И он будет иметь Более продолжительный Срок защиты Именно от почвенных Вредителей В данном случае От проволочников В личинах Майского жука Вот так вот Выглядит Сам жучок И мага Но вредит Не жук А вредит Личинка Которая Питается В стебле Подсолнечника Развивается В стебле Подсолнечника Повреждает Паренхиму И в результате Мы видим Такую картину Это Запорожская область Велико-белозерский район В данном случае Причиной полигания Было поражение Массовое Подсолнечниковое Шипаноское Мы сделали Сравнительный анализ По численности Вредителя В четырнадцатом году И в прошлом году За два года Численность Шипаноска Возросла Практически В два раза Во всех регионах Две теплых зимы Растительные остатки Мы оставляем На поверхности А нам их зимует Прекрасно То есть Смотрите На юге Запорожской области Уже В среднем Было Шестнадцать Личинок На стебле Подсолнечника Это уже Критическая точка Максимально Двадцать Меньше Значит Была Численность Возросла На правом Берегу Днепра Тут не в два раза А в полтора Может в один и три Все таки Сказывается наличие Водной преграды Прикип И ей тяжело Преодолеть Попасть На ту сторону Для того Чтобы эффективно Бороться С данным Вредителем Необходимо Представлять Цикл Его развития На что Хочу обратить Ваше внимание Лед Жука И яйцекладка Длится Практически Два месяца Потому что Очень растянутый Период Выхода Жука Личинка Зимует В разных Подростах В стебле И жуки Появляются Неравномерно Как контролировать Шипановску В первую очередь Это измельчение Растительных Остатков В данном случае Эффективным Будет Не дисковат То есть Любые Для того Чтобы измельчить Растительные Остатки Это посев С минимально Допустимой Густотой Каждый Производитель Семян Для каждой Зоны Рекомендуют Диапазон Густот От и до Лучше Там есть вероятность Поражения Шипановской Лучше брать Минимальную Густоту Почему В таком случае Стебель будет Толще И устойчивость К полигонию Будет выше Даже при сильном Поражении Сбалансированное Минеральное питание Если Избыточные нормы Азота Опять таки Стебель вытягивается В длину И потом При малейшем Повреждении Он падает И внесение Инсектицидов Но вот здесь Самая большая Проблема Потому что Я говорил Жук летит Два месяца Как Поймать Массовый лед То есть Оптимальная фаза Внесения Инсектицида Будет От десятого Листа До стадии Р3 Когда корзинка 8 сантиметров В диаметре То есть Очень широкий Диапазон Мы предлагаем Воспользоваться Желтыми чашками Ловушками Которые вы Используете На рапсе Точно так же Поставить На подсолнечнике Там Он достигнет 80 листьев На высоте Подсолнечника И постепенно Ее поднимать С ростом подсолнечника Жук Ему нужно Допитаться Перед тем Как он начнет Откладывать яйца Он питается Пыльцой Питается Зеленой массой Растения Поэтому он Пойдет В желтую чашку И мы Примерно Посчитали Что порог Вредоносности Будет Примерно Такой же Как и По Учитывая Густоту растений На гектаре Учитывая Плодовитость Вредителя Порог Вредоносности Будет Примерно Такой же Как и По Скретнохоботникам На рапсе То есть Попало здесь Ужуков За три дня Нужно заходить Обрабатывать Но ловушку При этом Не убирать Потому что Может быть Следующая волна Через какое-то время Оптимальным Выходом Будет Обработка На уровень Подсолнечника Да Оптимальным Энциклицидом Будет Коннект В данном случае Два действующих Вещества Одно из них Системное Второе Контактное Почему важно Наличие Системного Действующего Вещества Медоклоприда Когда самка Откладывает Яйца Она Укусила стебель Положила туда Яичко Вот она Сделала Три-четыре Надкуса Если продукт Системный Она погибла Если продукт Контактный Она не погибнет Она останется Живой Также точная Личинка Личинка Отродилась И ей нужно Проникнуть В стебель При попытке Проникнуть В стебель Если продукт Системный Она погибнет А контактное Действующее Вещество Оно будет Эффективно Против Жука Взрослого То есть Он попал На жука И его Уничтал Словковая Совка В 13 Год Все помнят Прекрасно Сколько Было Совки В позапрошлом Году Было Меньше В прошлом Году Численность Начала Потихоньку Расти То есть В этом Году Если Удачно Перезимует Она То Мы Тоже Прогнозируем Рост Численности Совки Вот Так Бабочка Красивая С зелеными Глазами Вот Так Выглядит Яйцо Совки Очень Многие Путаются Яйцом Златогласки То есть У златогласки Яйцо Подолговатой Овальной Формы Оно Обязательно На ножке На такой У совки Без ножки Округлой Формы Вот Так Выглядит Яйцекладка Совки На корзинке Подсолнечника Видите Одиночные Яйца А вот Так Выглядят Гусеницы Которые Потом Оттуда Отродятся Они Имеют Разную Окраску В зависимости От Места Своего Рождения Если это на корзинке Она будет Желтого цвета На листьях Зеленого Серого Как бороться С совкой Тут тоже Большое значение Имеет Вот этот Период Яйцекладки То есть 30 дней Идет Яйцекладка Одного Поколения Одна Самка В среднем 730 Кладывает А может 2500 Обложить То есть Как правило Поколение Накладывается На поколение И у нас Есть гусеницы Разных Разрастов Посев От Разных Поколений Как оптимально Выбрать Время Внесения Энсектицида Как правило Совка Появляется У нас Где-то Во второй Половине Июня Корзинка Еще не Открыта Мы разворачиваем Листики И видим Там гусеницы Сразу Начинается Паника Что делать Ничего Не делать Если Мы в этот Момент Начнем Обработку Энсектицидом Ни один Энсектицид Практически Не достанет Туда Под листья Обертки И очень будет Низкая Эффективность Лучше Дождаться Начала Цветения Когда Корзинка Откроется У нас Там могут Быть гусеницы Разных Возрастов И первого И второго И в данном Случае Внести Инсектицид В 100-150 Грамм Если У нас Превышен Порок Вредоносности То есть Больше Двух Гусениц На Корзинку Данный Инсектицид Абсолютно Безопасен Для Пылителей Можно Работать В Светение Не Бояться И Общая Схема Подведем Итог По контролю Вредителей То есть Если У нас Наземные Почвенные Вредители Это Обработка Потроителями Инсектицид Если У нас Шипоноска То Это Внесение Коннекта От 10-го листа До стадии Р3 Когда Идет Массовый Лед И Хлопковая Собка Это Обработка По цветению Инсектицидом Белл Флубинамид По-моему Или Флубинамид В каталогах Есть И Переходим Сорнякам Флубин Диамид Относится К классу Диамидов Талевой Кислоты Порыва Сорняками В посевах Подсолнечника Очень часто При обследовании Посевов Можно Видеть Вот такую Картину Чистые Красивые Посевы Но Иногда Приходится Видеть И Такую Картину При Этом Агроном Как правило Говорит Да ничего страшного Мы сейчас Проборонуем Жирочку сделаем И все будет нормально Но мало кто знает Об этом Что период От всходов До шестого Листа У подсолнечника Является Критическим По отношению Свету Достаточное Количество Света В этот Период Приводит К тому Что формируется Больше Цветочных Больше Цветочных В этот Период Прямо Пропорционально Масличности Семян Если Есть Конкуренция Со стороны Сорняков Затенение И урожайность Будет Ниже И масличность Будет Ниже Основной Схемой Основными Гирпицидами На Посевах Классического Подсолнечника Это Появляется Схема Ацетохлор 2 литра Плюс Прометрин 2 литра Но Если У нас Выпала 20 мм Осадка Дождь Прошел Хороший То Мы Часто Видим Вот Такую Картину Близкую Поверхности Марса Вот Или Луны И Жесткую Гитатоксичность На Подсолнечнике Сработал Сработал Хорошо Вопросов Нет Что Делать Причем Не зависит От фазы Развития Подсолнечника Посмотрите В данном Случай Первая Пара Листьев Сформирована Нормальная А дождь Прошел Позже У нас Вторая Третья Пара Мы Видим Провавление Тетотоксичности Компания В прошлом Году Вывела На Рынок Почвенный Энцептицид Челлендж Перептицид Прошу Прощения Уже Заговариваюсь С новым Действующим Веществом Аклонифен Он Зарегистрирован Как Почвенный На подсолнечнике С нормой 3-5 литров Также Уже В этом Году Мы Получили Регистрацию На Внесение Пов Сходом Как Страховой С нормой 1-2 литра На Вектар Фазу 2-4 листа Чем Данное Действующее Вещество Характерно Оно Поглощается Значит Гиппокотелем Поглощается Семядолями Но Не Поглощается Корневой Системой Сорняков И соответственно Корневой Системой Подсолнечника Даже В случае Промывания Федотоксичности На Подсолнечнике Не Будет Оно Нелетучее Не Требует Заделки То есть Можно Вносить По поверхности Почвы Спокойно Без Заделки Раслыни Задышки Задышки Заважают Зажды А Якщо У вас Поло Вкрыто Раслын Задышками То Вам Треба Зарвать Свою Увагу На Иншу Дагнологию А Боклиокфил В области Кейк До Экспресс А Скажите Разница 3-5 литров Сейчас Я перейду Дальше К практической Стороне Вопрос А Кланифен Имеет Недостаточно Высокую Эффективность Против Злаковых Сол Мы Рекомендуем Его Как почвенный Использовать Баковое Смеси Стоцикохлора Но с Минимальной Нормой Полтора Литра Больше Не надо 2,5 литра Челленджа И полтора Литра Ацетохлора Вот вы видите Активность Вот это вот Акланифена А это Более темная Ацетохлора Вы видите То есть Не дорабатывают Немножко Акланифен По мышеям По злаковым Сорнякам Амброзия Сейчас к амброзии Перейдем Если мы сравним С Ацетохлор Плюс Прометрин То мы увидим Что челлендж Плюс ацетохлор Будет более эффективен По асотам Из семян По Кристоцветным Сорнякам По Канатнику Теофраста По горцам По лаводе Если смешать В период За 4 листа С противозлаковыми Нет Нет С противозлаковыми Нельзя смешивать Противозлаковыми Кирпицин И результаты Применения Данной Баковой смеси Я специально Не брал данные С агроарен Брал данные С полей Наших демоучастков Которые заложены На полях Хозяйств Это у нас Вольнянский район Запорожской области 14 дней После внесения 20 дней После внесения 33 дня После внесения И контрольные участки Запорожская область Канканепровский район Челлендж Плюс ацетохлор Чистый ацетохлор 2 литра Видите разницу Депропетровская область Петропавловский район Челлендж Плюс трофи 10 мая Сходы появились Подсолнечника И уже 20 июня Вторая полна Вегетации Поле чистое Челлендж В чистом виде Это Васильковский район Депропетровская область 4 литра на гектар Поле было чистое От злаковых Странников Прекрасная эффективность Посмотрите Челлендж В чистом виде 4 литра Харьковская область Тоже в чистом виде 4 литра Здесь мы можем видеть Да Недоработка по злакам Но потом Хозяйство сработало Агроменицидом Проблему злаковых Сорняков сняло У них же были Посевы Где применялся Прометрин 4 литра Видите Лапады сколько И челлендж По всходам Полтавская область Лебенковский район День внесения Вот так Выглядели Крестоцветные Сорняки Полтора литра Челленджа 4 дня После внесения Мы видим уже Филотоксичность Проявление Филотоксичности На сорняках И немножко Проявление Филотоксичности На подсолнечнике 7 дней После внесения Вот так Выглядят растения Подсолнечника Да На них пятнышки Есть Но они незначительные Сорняки Практически полностью Погибли 13 дней После внесения Чистое поле Подсолнечник растет На любых гибридах Подсолнечник 18 дней После внесения Да На нижних листьях Осталось Появление Безоксичности Верхние листья Абсолютно чистые И перед уборкой Великие состояния Поли 1-2 литра Полный контроль Мы получаем По крестоцветным сорнякам Вплоть до стеблевания По горцам Это семядоли Две пары листьев По нетребе Это Одна-две пары листьев По семядолям Не будет работать Одна-две пары По ярудке От семядолей До трех пар листьев По лободе От семядолей До двух пар листьев А с солнечной Пазы У подсолнечника Должно быть 2-4 листа От двух до четырех листьев Неполный контроль Сорняков Это горец Птичий Шпарыш И понятно Это многолетние сорняки Венок полевой Он его прижигает Но он потом отходит Асоты Горец перечный Амброзия В одних случаях Эффективность была Практически стопроцентная В других случаях Процентов 50-70 То есть очень сильно Зависит от погодных Условий По амброзии От стадии развития Амброзии То есть нельзя сказать Что это фанацея Будет от амброзии Второй гербицид Который у нас есть Для защиты подсолнечника Это Максимокс В прошлом году Он был зарегистрирован Действующее вещество Имазамокс Норма внесения 0,75 1 литр на гектар Это на гибридах Устойчивость к имидозаленону Работает Как через Диктативную массу сорняков Как и через Сорневую систему Но при этом Очень широкий спектр Контролируемых сорняков И двудольных И однодольных Но в силу почвенной активности Есть ограничения Всевообороты Если мы говорим О зерновых культурах О пшенице Во зимах То это 4 месяца Яшменя зимы нельзя Если мы говорим О яровых зерновых Кукуруза Яровая пшеница Яровая яшмень 11 месяцев Если мы говорим О рапсе Сахарной сетле 14 месяцев 16 Прошу прощения И общая схема Контроля сорняков На подсолнечнике Классическая почвенная схема Челлендж 2,5 литра Плюс 1,5 литра Ацетохлор Если по какой-то причине Не удалось Внести почвенные гербицины Такое было в прошлом году Пошли дожди Подселили подсолнечник И пошли дожди Не успеваем носить Можно использовать Челлендж по всходам С нормой 1-2 2 литра на гектар Но сорняки При этом Не должны быть переросшие Помним об этом Сорняки от 7 долей Там до 2 пары листьев Максимум И также По всходам На гибридах Устойчивых К имидазоленонам Можем использовать Гербицид Максимокс С нормой 0,75 1 литр на гектар Спасибо Если есть какие-то вопросы Пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому